Конференция 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 такой каплей для решения о приезде. Итак, на конференции подтвердили участие более 230 человек. Состав достаточно высок. Скажу лишь о том, что из 50 стран-членов Совета Европы 22 будут представлены на уровне министров или госсекретарей. Это достаточно высокое представительство. Конференция будет открыта госпожой Габриэла Баттаини-Драгони, она заместитель генерального секретаря Совета Европы. Мы ожидаем приветственное слово госпожи Голодец, которая курирует социальный блок в нашем правительстве, и выступление ещё большого количества высокопоставленных чиновников Совета Европы. Очень важно, что главной презентацией, конференция будет открыта именно нашим министром, министром культуры Российской Федерации Мединским. Три основные темы будут рассматриваться на конференции, и мы можем об этом немножко подробнее поговорить. Первая тема – это что могут сделать правительства, какова их роль, что они могут сделать для усиления культуры как единой базы для создания общей национальной идентичности. Второе – эта тема очень близка нам, нашему министерству – это инновационные технологии. Как новые технологии, как мультимедиа влияют на доступ к культуре. Я понимаю, что это звучит, возможно, достаточно странно, но Министерство культуры – не совсем отстающая организация в области применения информационных технологий. Думаю, что за последний год мы очень продвинулись в этом. Третья тема – она посвящена роли Совета Европы, потому что настоящий диалог между культурами, он очевидно, что будет эффективен только если он не замыкается в одной стране, только если он является международным. Очень приятно, что Советы Европы признают очень важную роль России в этом процессе. Мы все понимаем, что отношение к культуре очень такое странное. Конечно же, все считают, что это некая отрасль или не отрасль, это вот некое странное такое понятие, которое отъедает деньги от бюджета на самом деле, которое финансируется чаще всего по достаточно остаточному принципу, скажу так, очень осторожно. Мне кажется, что сейчас не только в России, но и в Европе зреет некое новое отношение к культуре, что это всё-таки очень важная часть социальной жизни, очень важная часть единой социальной политики, которая позволяет, вы говорите о новых условиях, которая позволяет большому количеству сообществ, разделённых религией, экономикой, ещё чем-то, жить вместе, иметь какие-то общие корни, общие платформы, что и составляет нацию. Поэтому мне кажется, что в скором времени эта ситуация должна измениться. Я хочу на это надеяться и как чиновник, для которого это важно, и как гражданин, потому что я искренне верю в то, что это важный процесс, нужно его финансировать по-другому. Так как это Совет Европы, очень сложные проблемы с протоколом, программа, конечно, уже есть, можно ознакомиться с ней на сайте. Остановлюсь на основных докладах, которые будут. Первый доклад, как я уже сказал, это доклад нашего министра, господина Мединского, который будет посвящён, называться он будет так, «Межкультурный диалог в России, уникальный опыт и перспективы при переходе к информационному обществу». В докладе будут раскрыты несколько тем. Это влияние информационных технологий, это провал теории мультикультурализма. Как мы знаем, в Германии очень много иностранных рабочих, которые живут сами по себе, во Франции сами по себе живут арабы. Вот об этом будем говорить на самом деле. Я думаю, что Мединский подготовит очень интересное выступление. Это будет заглавное выступление конференции. Дальше на пленарном заседании планируется выступление в разделе «Инновационная политика, инновационные технологии». Мы попросили заглавную презентацию сделать Ольгу Свиблову. Все её, конечно же, хорошо знают. И думаю, что её опыт будет очень интересен всем участникам конференции. Также в этот день будет, с Вашего позволения загляну, под председательством Жанна Клода Миньона, он является председателем ПАСЭ, господин Луиджи Сакко, очень известный профессор экономики, экономики и культуры Биланского университета, сделает заглавную презентацию о роли правительства и экономики. Это к Вашему вопросу как раз о том, как соотносится политика и культура, и что может сделать правительство в новых условиях. Это в первый день. Второй день он будет неполным, он будет всего лишь половина дня, и будет посвящён именно роли Совета Европы во всех процессах, о которых мы говорим. Заглавная презентация будет у Жанна Марихейта, это президент конференции международных объединений при Совете Европы. То есть состав докладчиков достаточно высок. А вы знаете, там очень интересный список на самом деле панелистов. Некоторые из них вызовут, думаю, что много вопросов. Например, все мы знаем о сложностях в отношении с Грузией, но при этом в конференции будет принимать участие министр культуры Грузии, и это очень хороший знак. Несмотря на все разногласия политические, культура может быть некой общей платформой для диалога. Это очень хороший и важный знак. Если посмотреть на список докладчиков, мы увидим там госпожу Даниэлу Данович, она заместитель министра культуры Болгарии. Во время подготовки к этой конференции мы достаточно часто встречались, у нас сложились очень товарищеские отношения во многом, дружеские. И я уверен, что она является очень большим сторонником серьёзных усилий в области сохранения культурного наследия. В Совете Европы она возглавляет комитет по культурному наследию и историческим ландшафтам. Очень сложное название. И уверен, что она эту тему поднимет, и очень много будет об этом говорить. Уверен, что это вызовет массу дискуссий.